Деревянное чердачное перекрытие сгниет у вас всего за один год, если вы допустите три основные ошибки, которые все допускают при утеплении чердачного перекрытия. Даже если вы в интернете в поисковой строке забьете, как правильно утеплить чердачное перекрытие, примерно 90% картинок вам покажут с ошибками. И самую частую ошибку я вам расскажу в самом конце, поэтому досматривайте это видео до конца. В чем проблема чердачного перекрытия? Главная проблема в том, что у нас снизу утепленное помещение, мы там топим, отапливаем, готовим. У нас много влаги, растворенной в воздухе в теплом, и эта влага вместе с теплым воздухом все время стремится подняться вверх. Она проникает во все щели, проходит сквозь утеплитель, и по мере того, как она проходит, она остывает и может конденсироваться. И правильно работающее перекрытие позволяет пройти этому небольшому количеству конденсата влаги с теплым воздухом, и на чердаке это все выветривается. Поэтому чердак должен быть обязательно проветриваемый. У вас должны быть слуховые окна, какие-то карнизные сетки, которые позволяют проветривать чердак. То есть должно быть полно вентиляционных отверстий, дырок в крыше насверлить и нормально. Но практически у всех, у кого есть чердак, хотят этот чердак как-то эксплуатировать, и начинают настилать там всевозможные полы. И вот настилом полов очень часто люди перекрывают выход этого конденсата, этого теплого воздуха из утеплителя, и этот воздух запирается внутри как раз чердачных перекрытий. Возьмем простейший пример. Возьмут и настилят USB-плиту прям сплошняком. Фигак, да еще в два слоя, в перехлёст, чтобы попрочнее было. И что происходит? USB-плита имеет достаточно плохую паропроницаемость, очень плохую. И у нас теплый воздух сквозь неплотности пароизоляции, сквозь плохое утепление проникает, упирается в холодный USB. Холодный он потому, что у нас чердак холодный, неотапливаемый. Там температура, как правило, равна уличной или чуть-чуть прям теплее, чем на улице. Соответственно, на холодной USB-плите влага из воздуха конденсируется, начинает накапливаться. Сначала она впитывается в USB, потом начинает капать обратно в утеплитель. Утеплитель начинает намокать. Когда очередной мороз посильнее продавит эту всю толщину утеплителя, это все начинает замерзать, рвет утеплитель. Утеплитель еще больше пропускает тепло, еще больше влаги начинает конденсироваться. И вы в конце отопительного сезона можете найти у себя в чердачных перекрытиях вот такие кастрюли ледяных глыб. Лаги уже начали гнить, USB все вспухло, тоже начало гнить и уже требуется капитальный ремонт. Бывает люди такие что-то тянут, сопли жуют, тазики подставляют, думают, что крыша течет. Так вот, не крыша течет, начинают гнить в этот момент перекрытия. Если протянуть там полгода-год, то реально придется делать просто капитальный ремонт всего дома. Вторая частая ошибка, которую допускают, это сверху поверх утеплителя, поверх лаг стелят гидроизоляцию. Насмотрятся картины в интернете, там написано гидроизоляция, идут в магазин, берут пленку с названием гидроизоляция, это, как правило, пара непроницаемой пленки, и по тупнику, без всяких задней мыслей, сверху поверх утеплителя закатывают в гидроизоляцию. Здесь такой же эффект, как с USB-плитой. Гидроизоляция не позволяет вообще выходить воздуху и конденсату из утеплителя. И эффект намокания утеплителя в чердачных перекрытиях происходит еще быстрее. А чем надо сверху закрывать утеплитель? Раньше вообще ничем не закрывали, просто оставляли утеплитель как есть, и спокойно он дышал, не накапливал влаги, и это все нормально работало. Но просто незакрытый утеплитель, он оставляет такое остаточное пыление, которое не нужно, не нужно, чтобы оно там в воздухе летало, чтобы попадало в легкие. Лучше его чем-то накрыть. И здесь обычный принцип, как у каркасной стены, как у каркасных полов, необходимо закрыть с наружной стороны, то есть со стороны чердака, минеральную вату паропроницаемой пленкой, любым паропроницаемым материалом. И у вас получается, по сути, каркасная стена просто лежащая горизонтально. Снизу у вас теплое помещение с пароизоляцией, утеплитель, и сверху у вас ветрозащита. Ветрозащита не дает влаге накапливаться, спокойно все это выводится. И если у вас проветривается чердак, то это вся влага выветривается с чердака спокойно, не оставляя никаких негативных эффектов. И тут, кстати, частая такая проблема есть, что пароизоляция и ветрозащита очень часто похожи внешне. Если вы наняли каких-то горестроителей, и они вам просто там бездумно раскатали пленки, то просто по фотографии этого даже практически невозможно определить. Да, часть пленок отличаются друг от друга и по цвету, и по маркировке, но в основном они очень похожи. И не зная, как они тактильно, чем они отличаются, не видя упаковку, из которой они распаковали, многие люди, даже просто шабашники, опытные шабашники, даже сами путаются, не могут отделить пароизоляцию от ветрозащиты. Поэтому, если вы хотите, чтобы вам построили грамотный во всех отношениях дом, то обращайтесь в нормальную, правильную строительную компанию, где не допускаются такие ошибки. Наши бригады работают по чек-листам, плюс есть независимый контроль, который приезжает и также проверяет все по чек-листам. Поэтому у нас такие ошибки не допускаются. Поэтому, если вы хотите себе классный дом, переходите по ссылке в описании и заказывайте дом мечты. И третья, самая частая ошибка, которой страдают вообще все самостройщики, все шабашники, не знаю, почему, наверное, им лень правильно пароизоляцию класть, кладут пароизоляцию поверх лаг. Что такое у нас чердачное перекрытие? Это просто лаги, стоящие друг от друга на определенном расстоянии. И правильно делать пароизоляцию, натягивать просто снизу, под сплошной пленкой, просто как барабан. А как некоторые делают? Им удобнее это делать сверху. Пофиг на расход пленки, за пленку не они платят. Они берут ее вот так вот вокруг лаг, огибают и вот так вот гармошкой кладут. Вроде пароизоляция есть, хрен придерешься. Но какой здесь эффект возникает? Когда у нас лага обернута пленкой сверху, тут эффект такой, что у нас теплый воздух попадает вот сквозь промежутки между пароизоляцией и лагой, доходит туда до верха, до верхней точки. А тут уже холодно, тут у нас холодный чердак проветриваемый. Здесь уже минус там 20-30 может быть. И ровно вот в этом верхнем месте, где уже нет утеплителя, теплый воздух начинает конденсироваться на этой пароизоляции. Естественно, его конденсируется там до хренища, особенно если у нас деревянная отделка потолка. И, соответственно, вся эта влага благополучно впитывается в доски. Доски у нас при этом закупорены с трех сторон в паронепроницаемый пакет. И благополучно все гниют. Два года, край вообще прям, и любые даже обработанные лютейшим антисептиком доски сгнивают просто в труху. Кстати, сейчас мы находимся на чердаке одного нашего дома, который мы недавно закончили строить. И о нем скоро выйдет новое видео. Подписывайтесь, чтобы это не пропустить. Может, ну его этот чердак, раз с ним столько проблем. Чердак очень хорошо отделяет нас от горячей кровли. Кровля, особенность металлочерепицы или битумная черепица, она нагревается вообще прям до сумасшедших температур. И чердак, это такой большой воздушный буфер, объем, который не позволяет напрямую нам прогревать чердачное перекрытие. Чердак нормально должен проветриваться, соответственно, вот это тепло избыточное, оно нормально выветривается на улицу. И у нас внизу гораздо прохладнее в этот момент. Если же мы делаем утепление по стропилам, непосредственно по кровле, то у нас гораздо выше требования к утеплению. Нам здесь не столько нужно утепляться для сохранения тепла, хотя это тоже важно, сколько нам нужно утепляться для того, чтобы нам солнце мозги не парило. Особенно, если это какие-то южные регионы, туда, там Краснодар, там 300 миллиметров даже не поможет утепление вот такой вот скатной кровли, там теориально это будет душегубка. Еще часто люди совершают такую ошибку, они берут и холодный чердак, который не предназначен для утепления, берут его и утепляют, и делают из него теплое помещение. И проблема здесь в чем? Взяли вот так вот между стропил, что тут казалось бы, утеплитель напихал побольше, все супер, пароизоляции закрыл, все у тебя теплое помещение. Нифига! Чтобы так сделать, у вас должна быть паропроницаемая подкровельная мембрана, которая предназначена для укладки утеплителя непосредственно вплотную к ней. А как обычно делают холодные чердаки, особенно в дачных домиках, сюда вместо подкровельной мембраны кладут просто обычную дешевую гидроизоляцию, которая просто спасает нас от конденсата подкровельного. И она паронепроницаемая, эта пленка. И вот в таком случае утеплять вплотную нельзя, обязательно нужно оставлять воздушный зазор. И тут, если вы не строитель, не знаете правильную схему утепления, лучше в это вообще не ввязываться, лучше позвать кого-то, кто в этом разбирается. Потому что стропилка сгнивает еще быстрее, чем чердачные перекрытия. Ну а были ли у вас проблемы с вашим чердаком, напишите нам в комментариях. А экскурсию по чердаку с вами провел Филипп и канал строительной компании Skyhome. Ставьте лайк, если вам понравилось, и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить другие секреты строительства. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok